Привет, друзья! В эфире православный подкаст. Как я и говорил, мы с вами будем отвечать на вопросы, читать их, и отвечать будет отец Олег. Я искренне благодарен вам за поддержку батюшки в это очень непростое время, в его проблемах со здоровьем, за молитвы ваши, за финансовую поддержку. Это очень-очень важно. Спасибо вам за те вопросы, которые вы присылали в группе православный подкаст. И ссылка на группу будет в описании к этому файлу, к этому подкасту. Поэтому не стесняйтесь, присылайте свои вопросы. Можете присылать их анонимно, это ваше право. Ни на что это не повлияет. Самое главное, чтобы эта программа, чтобы этот подкаст помогал людям улучшить свою духовную жизнь и лучше узнать веру, приблизиться к Богу. Так что предлагаю переходить к общению с отцом Олегом и к вашим вопросам. Батюшка, да, благословите. Благословите, Денис. Спасибо, Господи, у вас. Смотрите, нам тут набросали вопросов, точнее больше, наверное, вам, хотя я буду тоже немножко участвовать в обсуждении. Вопросы разные совершенно, разные люди. Это все люди, которые смотрят канал Денису Микрофона. Люди, которые, возможно, боятся или стесняются задать какие-то вопросы в храме, либо задают их и там, и здесь. Мы не знаем наверняка, за какими-то вопросами есть человек, который четко представляется, какие-то анонимные. И, в принципе, вот анонимность интернета – это и как бы и зло, и благо. Благо в том, что здесь человек может не стесняться совершенно, что его осудят, на него как-то не так посмотрят. Но зло, когда человек это просто использует не во благо. И вот пытаются какие-то свои там злые умыслы принести. Но будем надеяться, что умыслы тут у всех добрые, мысли добрые. И потому вот предлагаю перейти к вопросам. Первый вопрос. Какова на сегодняшний день позиция Украинской Православной Церкви в отношении куменического движения и участия во Всемирном Совете Церквей? Спасибо. Господу молимся. Вот. Так что, если церкви становятся святыми, то, конечно, мы молимся за то, чтобы они объединялись, чтобы они соединялись во Христе. Да, со всеми ищем мы и будем искать единство во Христе. Но если эти церкви станут святыми, то мы с ними объединимся. Понимаете, в чем мы куменисты? То есть, не мы под них подстраиваемся, а мы просто под то, что основал Христос. То, что под заповеди, по его заповеди, по преданию, которое нам оставили святые отцы. Все. Вот смотрите, мне кажется, что здесь вот Православная Церковь, она в роли того отца из притчи о блудном сыне, по поводу того, что вот он ждал блудного сына, отец, когда бы не было. Он был готов его принять в любой момент. И вот даже блудный сын, когда подходил к дому, он увидел отца, который выбежал ему навстречу. Православная Церковь готова принимать, принимать людей всех, неважно, какого они вероисповедания, но просто эти люди должны измениться, эти люди должны принять, эти люди должны согласиться с истинами, которые несет Православная Церковь. Вот насколько в Солите Церкви вы видите такое движение? Просто там же разные религиозные организации, там, безусловно, вот где-то грань между диалогом и сослужением, вот между диалогом и тем, чтобы прогнуться, так сказать, и сказать, ну, вы знаете, мы тут с вами, ну, и да, мы будем с вами там Папу Римского особенно почитать. Или, может быть, какого-нибудь там другого религиозного руководителя. Вот это тоже вопрос более сложный, потому что я уже от имени Церкви, я никак не могу это сказать, понимаете, я могу высказать свое мнение, но от имени Церкви, вы же поймите, сейчас настолько все политизировано, и если человек, давайте так, более-менее грамотный или хоть что-то понимает в правоставилитах, то времена настолько сейчас изменчивы, настолько сокращены, что, скажем так, более-менее уже и, возможно, и чувствуется, чувствуется дыхание, скажем так, нет смысла постоянному беззаконию в этом мире. Ну, только, коль оно увеличивается, да, и увеличивается благодаря, скажем там, некоторым церквям, которые, с которыми мы, как бы, наше, наше руководство должно вести диалог и входить в этот Совет Церквей, то есть миновать оно этого не может, не входить и не участвовать в Совете Церкви, это однозначно. Ну, то, что есть, многие же церкви и секты лживые, правильно, давайте так, в правде скажем в глаза, многие ведут людей по заведомо ложному пути, и просто заведомо просто, их задача совершенно другая, ни в объединении, ни в дружбе, ни в, тем более, в соединении с нами. Поэтому, возможно, время сокращается так. Ну, хорошо, вот смотрите, вот я так понимаю, что есть две позиции. Первая позиция, она, давайте вот все остальное мы запретим, запретим там всяких баптистов, пятидесятников, харизматов, а все, вот оставим только те церкви, которым мы можем доверять, православную, ну, может быть, католическую, может быть, еще какую-нибудь. Есть другая позиция, это такое просвещение людей, вот, чтобы заставить их думать и помочь людям разбираться, где правда, где неправда. И в какой-то момент человек наученный, он все равно оттуда выйдет, если он, как бы, почувствует, что там вот оно неправда. Вот какой путь вам ближе? Не получится этого, понимаете, просто не получится. Если не приняли для самого Христа в свое время, если его позавидовали ему, его жизнь, если его осудили, его оклеветали. Понимаете, что настолько время сейчас уже совершенно другое. Когда был Христос, представьте, сам Бог был на земле, присутствовал среди людей и давал своим, ну, представьте, что такое благодать, какую он мог давать, какая была возле него, какая, я уже не говорю за чудеса, за то, что человек мог почувствовать, а именно благодать божественная, которая непосредственно питает нашу душу в этой жизни. Именно божественная благодать, то, чем питается душа. Отнимается благодать, душа начинает болеть, 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 после этого она умирает. Без благодати душа не живет. Ну, смотрите, но ведь те люди, которые жили во времена Христа и те люди, которые его в итоге распяли, да, хотя мы распинаем его нашими грехами, но поговорим вот о тех людях в первом веке. Ведь он не оправдал их ожидания земные, ведь им казалось, сейчас придет царь, который возьмет меч, который выгонит этих наглых римлян, который освободит землю израильскую, который вот здесь вот установит царство свое, и все начнется иначе. А тут пришел какой-то человек, который выступает с проповедями, который рассказывает, надо не убивать и любить своих врагов, который, в общем-то, делает все против того, что они бы хотели в нем видеть. И им ближе там условный разбойник Варава, который там подбивал восстание против римлян, чем Христос, который Бог, сшедший на землю. Вот просто, может быть, и тут иногда вот какие-то ожидания от церкви у людей, они немного не те, вот ориентир сбит. Они как бы ждут, что, может быть, церковь станет, ну, иначе, она станет как-то по-другому реагировать, она вот должна быть более, может быть, ну, не то чтобы гибкой, но приспосабливаться к тем меняющимся трендам, к каким-то нуждам людей. Вот, видите, уже, так вот вам то и дело, что, наверное, 50% членов нашей церкви, она именно хочет, чтобы церковь подстраивалась под него, под его желание, под его, под его хотение, под его, под его возможности, под его настроение. Вот же, чем человек, и в основе, для чего он в церковь-то приходит? И когда мы подстраиваем церковь под себя, какой доброты мы можем от него ждать? Мы не можем априори ее под себя перестроить, но человек этого желает. Вот от того и происходят эти казусы, потому-то и время сейчас, насколько неопределенное, насколько время сейчас, скажем, более сокращается, потому что человеку никогда не сможет подстроить под себя то, чего не его. Ну, вот смотрите, вот два примера. Я, как бы, человек с протестантским прошлым. И я помню, я долго не мог понять одной вещи. Вот в одной из религиозных структур, в которой я был, там был всегда в богослужении перерыв, вот в их богослужении. То есть там была первая часть, вторая часть, и был небольшой перерыв, 5-10 минут. Ну, это удобно, как бы, 2 часа, и у тебя есть небольшой перерыв, там, воды выпить, выйти. И долго не мог понять, откуда он. И я нашел одного человека, достаточно уже пожилого, который мне рассказал, что еще в 20-30-е годы в Америке, где было распространено это движение, этот перерыв был нужен, чтобы диаконы успели покурить. И это не шутка. То есть вот настолько они были готовы приспосабливаться. И также там, например, во время, ну, так называемого причастия, безусловно, они использовали не вино, а виноградный сок. Мотивируя это тем, что мы не хотим, чтобы там люди, ну, вдруг он там вчера бросил пить, он только избавился от алкоголизма, а тут вот внезапно мы его будем искушать, пусть малым количеством, но вина, но алкоголя. Ну, и вообще там молодое вино, там, скорее всего, был виноградный сок, там целая теория есть на этот счет. Но в то же время он говорит, а знаешь, откуда вообще это пошло? А пошло, потому что те же там 20-е, 30-е годы в Америке. Сухой закон. Им просто невозможно было найти вино. И они быстренько переключились на виноградный сок. Выросло новое поколение, которое никогда не видело вина в церкви, в своей протестантской церкви. И они просто-напросто не понимают, что может быть иначе. И вот они, безусловно, стали какую-то теоретическую базу под это подстраивать. Только скажите, зачем? Все, что нам оставили святые отцы, столько преданий, и столько писаний святых, столько уставов, законов. То есть зачем? Каждый раз, ведь это называется, каждый раз что-то новое, а новое уже сюда не нужно вливать. В том-то и проблема. Что чем больше вливается нового, тем хуже становится внутри. Все. Вот наша проблема, что мы пытаемся подстраивать ее под время. Да, в чем-то нужно. В чем-то под время подстроиться нужно, но не настолько глубоко, как мы уже готовы идти на все. Давайте так. Но ведь тоже какой-то абсурд. Мы ищем защиту, чтобы не политизированно говорить, но, по крайней мере, даже в моем случае. Ты уже ищешь какую-то защиту, да, вот когда при захватах, где документация, все. Ты уже обращаешься в полицию, ты уже нанимаешь адвокатов. Но когда ты со стороны смотришь на это все и понимаешь, что ты участвуешь в каком-то полном бреду. Если Господь попускает, если только Господь попустит, все, но ты уже хоть сопротивляйся, хоть нет. Вот когда я просто в сторону отошел, то я понял, что, поверьте, я столько лишних дел совершал, лишних, которые не принесли ни пользы, которые только в какой-то степени разочаривают, скажем. И время, которое я мог потратить на боли, полезное для своей души, для близких состояния. А я находился в этом состоянии постоянном, которое меня как бы время подбивало на то, чтобы вот так, вот так, вот так. Но это же парадокс. Я, который стою у престола и служу у владыки, тот, который был при создании мира, мы служим ему службу и при этом мы ищем помощи, защиту от кого? А те, даже которые не хотят порой понять и даже не понимают, что церковь значит в его же, в его же даже жизни и его же даже в судьбе. Не мне же приводить людей к этому, в таком смысле, если у людей нет понимания. Это уже больше, больше как бы, настолько, это гораздо глубже уже происходит, понимаете, процессы. Господь вразумит, возможно, от нас что давать? Вот, видите, опять, иудеи не приняли, потому что Христос говорил, любите врагов ваших. Так вот, по любви Господь, возможно, и коснется сердца нашего врага. Вот да, давая любовью, то Господь уже начинает, потому что я же не могу дать божественной любви, у меня ее нет. Но если я хотя бы буду стремиться к исполненной заповеди, то тогда уже Господь воздействует на того человека. Ни в коем случае не я, потому что, ну, но сам Бог, Он увидел, что ты, пытаясь быть подобным Ему, ты ищешь спасение той несчастной душе, которая не ведает, что творит. И мы не знаем, как Господь потом подействует, да, но ни в коем случае не этим, не, ну, это мое сугубое мнение и опыт, но не походами по милициям, по судам, по инстанциям. Тем более, что я буду ходить и желать того, чтобы этого человека осудили. Нет, конечно. Потому что я, этим уже не справиться. Это мирское, вот это от мира, да. Человек сделал, что совершил, и он уже наказать, он должен сидеть. Но священник же так не может поступать и желать этого. Как-то так. Предлагаю перейти к следующему вопросу. Смотрите, вопрос номер два. Хочу спросить, нужно ли во время чтения символа веры на словах с поклоняемой и славиема делать поклон? Так. Ну, смотрите. Крестное знамя с поклоном во время чтения любой молитвы. Ну, никак уж не будет оно лишним. Ну, как бы какого-то предписания нет четкого, да, чтобы на этих словах делать поклон? Нет, да, да. Ну, почему именно здесь? Поэтому я уже говорю. Абсолютно нет предписания. И если человек сделает лишний раз во время чтения молитвы крестное знамение с поклоном, то это будет только лишь ему в пользу. Хорошо, хорошо. Спасибо, мудро. Еще один вопрос, очень такой, на мой взгляд, сложный. В моей жизни было три выкидыша, пишет одна из подписчиц канала. Именно выкидыши, а не аборты. Все они случились в результате генетического заболевания крови, которое сильно препятствует вынашиванию беременности. С каждым малышом я причащалась. К сожалению, с последним успела только один раз. Хотелось бы узнать об участи моих детей в вечности. Что говорит об этом церковь? Благодарю за внимание. Скажу точно, что эти души точно не в аду находятся. Но и рай они пока не сподобились. Потому что ведь душа, которая уже была в теле младенца, в зародыши, уже коль тело сформировалось, душа была, правильно? То она же не приняла святого крещения. То есть в этот мир ее не сподобил Господь прийти. Поэтому здесь уж все, скажем так, это скорее всего для мамы, для того, чтобы она уделила больше внимания состоянию своей души. Это для нее. Может, да и для рода, наверное. Потому что ведь не просто так душа в этот мир приходит. Это болезнь болезни. Но болезнь-то сама по себе не берется. Болезнь это что? Это следствие греха человеческого. Если отнять из нашей жизни грех, то не будет болезни. Если отнять грех, то не будет смерти. Понимаете? Поэтому нам кажется, что из нас дана какая-то болезнь. Что-то мы несем и что-то мы исправляем. Даже кому-то за минимальный грех может попасться большая болезнь. Кому-то за большой грех может маленькая. Но не в этом-то суд. Болезнь просто так в нашу жизнь не приходит. Так же, как и смерть. Хорошо, батюшка. Спасибо. Я просто не знаю. Вот я здесь абсолютно развожу руками. Я даже не знаю, что сказать. И вот здесь для меня абсолютнейшая загадка. Вот как, что. Но, по-моему, вы все как раз сказали, как человек духовный. Все разложили. Вот как оно видится человеком, который стоит у престола. Смотрите, очень для меня был, по началу моего духовного пути, очень сложный вопрос. Как душа, душа как появляется, как она, откуда, как душа и что происходит. Я искал, я нашел ответ у святых отцов, что душа, в создании души участвуют трое. Родители и Бог. Понимаете, мы все время ставили, что вот от Бога, Божия. Так ведь душа. И от этого-то и разные, разные характеры получаются. Разные жизни, разное здоровье. Потому что отец и мать, которые во время, когда зачатие ребенка, когда плод начнет развиваться, когда создается душа, вот участвуют отец и мать. Это и есть то, что богоподобные. В чем мы? В создании подобного себе. Понимаете, насколько вот этот, когда я нашел для себя этот ответ, очень многие его просто разрешились. Поэтому и здесь, если ребенок, опять судьба ребенка, видите от чего, зависит напрямую от его родителей. Потому что они уже своими характерами, своими желаниями, своими похотями закладывали в него, уже в ребенка закладывается, его дальнейшего, его характер, его судьба и его здоровье. И даже его физическое здоровье. Понимаете? Я не говорю же за духовное. Смотрите, еще один вопрос. Да-да-да, я слышу, я просто задумался и думаю, как вот просто все пытаюсь уложить, как бы осознать. Но вот да, очень так непросто. Вот такой вопрос батюшке. Вот он меня давно как-то волнует. Смотрите, значит, после воскресения Иисуса Христа он вознесся на небо на сороковый день. И теперь, вот мы знаем по канонам, он с причистой своей душой и телом своим, и духом он находится на небе. Мне сложно понять, поскольку он воплотился совершенно как человек. Ну, то есть, никоим образом он там как-то не, как бы не понарошку, там, или каким-то чуть-чуть неестественным, сверхъестественным способом. Вот он воплотился, ну, способом, да, я имею в виду как бы сверхъестественное зачатие, а вот именно воплощение. То есть он полноценный и Бог, и человек. Вот, и вот как человек, он совершенно телесный, как мы, и вот как он может находиться, одесную Бога Отца, будучи отчасти телесным, да? Вот, где он, то есть физически он должен пребывать вот как-то в этой системе координат. Но, ну, как бы для меня это сложно понять, потому что даже после воскресения, вот, я знаю, да, что вот наши тела, мы изменимся, мы станем другими. Но всё же мы будем телесными. И вот как в этой системе координат, он где-то должен быть, ну, духовно, да, вот, можно сказать, трансцендентно, да, вот он рядом, одесную Бога Отца. Бог — это Дух, Он невидимый, Он всеобъемлющий, Он больше, чем наше вот всё измерение. Вот, а вот именно телесная часть, телесная составляющая Иисуса Христа как Личности, вот, где она пребывает? Я понимаю, что, наверное, это сложно как-то, может быть, даже объяснить, может быть, и не нужно. Но если есть ответ на этот вопрос, тогда ответьте, пожалуйста. В символе веры есть ответ на этот вопрос. А что я могу добавить к этому уже, когда уже символ веры, святыми отцами на двух вселенских соборах уже утверждён? Не добавить ни буквы, ни отнять, я не могу, иначе это будет раскол, это будет ересь. Всё. Символ веры. И о святой, либо, если человеку очень хочет, пусть ищет трактаты о святой Троице, там очень-очень там много. Святителей и святых отцов очень много писали об этом. Пожалуйста. Ну, смотрите, вот, по сути, вот с этого же всё началась, как бы, история. Ну, ереси, понятное дело, начались с первых дней христианства. Ну, первый вселенский собор, где тот же Арий поставил под сомнение божественность Христа, да, и последствия мы видим до сих пор. И потом мы видим с вами, когда обсуждали, он всё-таки истинный Бог или истинный человек, что в нем больше, божественного, человеческого. Умирал он на Христе как Бог, как Дух, да, ещё в первом послании Иоанна мы видим отголоски этого, или всё-таки как человек. Вот здесь, мне кажется, это всё равно область даже не столько знаний, сколько веры, вот сколько принятия, сколько вот такого, ну, может быть, тут не всё можно рационально объяснить с какой-то такой научной точки зрения. Ну, это мой взгляд. Так я даже больше скажу вам, добавлю, что с рациональной точки зрения этого веру объяснить нельзя. Начнём с этого. Вот именно что здесь иррационально, потому что мы с вами можем, размышляем рационально, мы привыкли, что я проснулся, я понимаю, я устал, значит, я сплю, я хочу есть, я кушаю, я хочу гулять, я выхожу, хочу, мне холодно, я одеваюсь, мне жарко, раздеваюсь. Вот мы всё, у нас жизнь полностью, мы пытаемся рационально разложить, а божественное другое, божественное идёт о душе. А ведь о душе-то так рационально уже мыслить нельзя, как я голод, чувствую ли голод я своей души, чувствую ли я её болезнь, чувствую ли я её наготу, холодно ли, или чувствую ли, что ей жарко. Вот же в чём божественное идёт то, что нас вера к чему ведёт. Состояние своей души, вот мы рационально обо всём можем практически разложить, но ведь отнимаешь от человека душу, и он труп, всего лишь навсего. Так о чём мне стоит всю жизнь, боже, всего заботиться, волноваться, то, что поддерживает жизнь в моём теле. А это, начинаешь раскладывать, это не, это иррационально получается. Вот всего лишь навсего человек пусть заботится о том и думает, то, что ему, то, что жизнь поддерживает его теле. Ежеминутно, ежесекундно каждое дыхание может прекратиться у человека. И не заботиться о своей душе, может даже против его, очень часто это происходит против его воли. Если не практически всегда в данное, ну, особенно в нынешнее время, против воли дыхание останавливается. Так где же тут рациональность? Когда мы хотим дышать, мы хотим жить, мы хотим кушать, мы хотим удобства, мы хотим комфорта, мы хотим заботы о себе, мы окружаем себя рациональностью. Помогает ли это, способствует ли это житию безболезненности и благости для моей души? Хорошо, но вот здесь смотрите, вот когда мы читаем Новый Завет, мы можем увидеть, что Христос после воскресения, он с одной стороны может дать апостолу Фоме вложить свои персты в раны, и он осязает буквально и тело, но с другой стороны он там перемещается на многие километры, внезапно возникает по дороге в Эмаус, там является учеником, и вот масса всяких чудес. И мне кажется, вот мы в нашей вере должны быть готовы к такому вот чуду и к тому, что вот вы правы, да, мы не сможем это объяснить, мы не сможем это разложить, мы не сможем вот все это прям, ну вот по фактам как бы так вот сопоставить. И как вы говорите, да, что оно иррационально, то есть оно не поддается, возможно, даже осмыслению полному. Можем лишь предполагать и понимать, что он и Бог, и человек, но в то же время, может быть, не все сможем выразить и донести. Он сел одесную Бога Отца, но с плотью, что на небо вознесся, что еще божественное, да, что еще можно добавить? Плоть, которая, да, здесь чувствовала, и холод здесь чувствовала, и голод здесь чувствовала, и боль чувствовала, понимаете? Да, с этой плотью и с этими же ранами, которые ему было нанесли, с этими же ранами он вознесся на небо. Что сюда добавить можно, либо отбавить? Какой же он может в системе координат, если он одесную Бога Отца? Все, выше этого места уже нету, где он находится со своим Отцом и Духом. То есть апостол же был восхищен до третьего неба, да, и слышал, да, глаголы божественные, понимаете? А я, извините, даже об этом не мечтаю, понимаете, о чем дело, знавая разницу между, кто такой я, кто такой был апостол. Смотрите, еще один вопрос. Второй вопрос тоже, батюшки, ну, возможно, Денис сможет тоже ответить, потому что это больше вопрос касается культуры церковной. Вот мне тоже, мне интересно, смотрите, значит, наша вера православная, да, после раскола XI века, окончательного раскола уже на католицизм и православие. Вера, которая хранит полноту истины, это вот православная вера. Католики у них появились, значит, ну, такие еретические постулаты, вот, и чем дальше, со временем, тем больше начало становиться. В общем, вот, ну, вот, мне интересно, почему та вера, которая дальше от истины, она дальше от благодати, от источника, вот, почему она дала такое большое количество произведений искусства именно на тему веры? Если посмотреть, например, работы, вот, мы знаем, да, предательство Иуды, да, вот, как художники, особенно периоды Возрождения, как они изображали, настолько очевидно, щемяще, вот, чтобы понять, представить себе всё вот это глубже. Ну, большинство людей, икона, наша православная икона, она даёт другое немножко понимание, вот, чтобы хорошенечко так впечатлиться. Это вот католические иконы или картины на религиозную тематику? В чём тут дело, как бы, может быть, есть у вас ответ на этот вопрос? Может быть, причина как раз в том, что они стали более мирскими, и поэтому смогли духовно объяснить мирскими способами, вот. Или же нет, не знаю, в общем, тоже, может быть, вы сможете найти ответ как-то свой. Я понимаю, что не универсальный или, там, какой-то академический, точный, но хотя бы вот своё мнение на этот счёт. Духовно. Здесь католицизм. Икона. Икона изображения, да? Изображение Бога, Богородицы, изображение святых. Есть понятие духовное, есть душевное. Вот почему, это как бы, это ещё были азы, когда я только, только пошёл первый раз в храм, первый раз, второй, и начал читать. Вот для этого, в принципе, есть такая книга, которая, одна из первых палец мне, которую я прочитал, это «Закон Божий». Только я купил в храме. И, в принципе, там, там столько описано, устройство храма, всё там, отпадает, у новоначального сразу половина вопросов, что у него роются в голове. Закон Божий. И вот, это тоже меня удивляло, что почему иконы некоторые изображены, вроде, да, непропорциональные, почему изображение руки, там, походки, нахождение само. А есть иконы, когда смотрел, конечно, первые, какие бы росали глаза, которые написаны красиво, да, которые художественные, всё красиво, там, на заднем плане ещё, там, храм, монастырь, да, ещё вокруг. И ты куда, когда смотришь, ты же начинаешь отвлекаться её на всё. Вот почему же икона, она должна быть просто строгая. Для того, чтобы ты мог приобретать духовное, чтобы душевное тебя отвлекало. Что же у католицизма? Посмотрите на изображение их. В основном, это просто как очень, в основном даже бывают прекрасные картины с изображением Бога, с изображением Христа, с изображением Богородицы, с изображением святых. Но это прекрасные картины, в основном. Дальше. Можно ли через картину получить то, что ты получаешь через икону? Через икону ты же обращаешься непосредственно с Богом, с Богородицей, с ангелом или со святым. Но через картину. Ведь в картине что мы ищем? Картина нам интересна. Картина, мы её рассматриваем до мельчайших подробностей. Но когда ты начинаешь осматривать всё, что угодно, кроме Бога, ну и вообще его не стоит, шибко его рассматривать во время молитвы. Просто для тебя образ, перед которым ты молишься. Ты человек, который даже, ты порой не смотришь ему в глаза, потому что ты понимаешь, даже в изображение смотреть не всегда достойно тебе, своим взглядом. Для тебя это просто образ, через который ты молишься. Ну и дальше, у нас или у католицизма, ведь сколько образов, которые чудотворные у нас, если они есть в любой, возможно, религии. Но можно ли хоть представить, в каком количестве они есть там, ну, где оно душевное, где оно душевное чувство тебе развивает, а не духовное. Вот это и разница, католицизм, он направлен на душевное состояние. То, что ты рассматриваешь, ты начинаешь, ты видишь, у тебя, ты сочувствуешь, ты сострадаешь порой, да. Ну, это душевно. Это, ты уходишь в состояние, как святая Циберска, в состояние прелести. Тебе будет через это уводить. Никакого духовного состояния. В этом получить практически невозможно. Ну, вот смотрите, я помню, я когда-то оказался на католической миссии. Она была достаточно короткой, там, порядка 45 минут. Вот, и вот я помню этот звук органа, я помню это такое особое пение. Все было красиво, все было стройно, но, на мой взгляд, несколько театрально. Вот, на мой взгляд. Вот, все равно я не ощущал себя комфортно. То есть, вот, пусть там скамейки удобные, вот оно как-то все так гладенько, быстро, так все очень четко. Но, с другой стороны, вот ты понимаешь, что это больше похоже на какое-то представление. Вот, ты участвуешь в чем-то, ну, вот как в каком-то действии. В то же время, когда ты, стоя на литургии, понимаешь, что, может быть, и храм там неказистый, и, может быть, и иконки там старые, и, может быть, и священник там не всегда подкован в каких-то особых богословских вопросах. Но ты понимаешь, что вот там не нужны все эти костыли, там не нужна эта музыка, там не нужны какие-то особые полотна, которые ведут тебя в какое-то там состояние эстетической радости. Там не нужны вот какие-то там, может быть, особые скамейки, потому что ты эти два часа, общаясь с Богом, ты их простоишь. Ты просто будешь понимать и ждать, что это время, оно не закончится. И вот мне кажется, что здесь, когда человеку не хватает этой духовной составляющей, ему нужны вот такие вот костылики, ему нужны такие вот подпорки. Будь то картины, будь то музыка. Как бы в самих картинах и музыке нет ничего плохого. Плохо, когда ими подменяются духовные вещи и духовные понятия. Абсолютно. И вместо вот какого-то чистого духовного опыта, человек получает эстетический опыт, как вы говорите, душевный, что неплохо, но только не для христиан, но только не для духовной жизни, потому что в духовной жизни оно его никак не продвигает. То есть оно, возможно, делает его человеком более культурным, более каким-то там жизнево насыщенней, и все. Абсолютно. Абсолютно вы право говорите. Вот я просто помню свое возвращение в православную церковь, и я помню, что я попал в этот небольшой сельский храм, вот абсолютно неказистый, и я туда шел с желанием, но несмотря на то, что я туда шел вот как раз там с сокрещением детей, но мне очень хотелось поспорить с батюшкой. Так человеком я себя считал подкованным в каких-то богословских вопросах, и, в общем-то, он не первый, не последний человек, с которым я дискутировал. И вот я помню то ощущение, когда вокруг было всего несколько людей, абсолютно мне незнакомых, когда вот там резко начали меняться обстоятельства того, как все должно было происходить, но я ощущал себя настолько комфортно при всем кажущемся дискомфорте, вот настолько близко я себя ощущал к Богу, настолько, с одной стороны, недостойно, но, с другой стороны, вот настолько желанным, что вот я действительно ощущал себя дома. Я помню, мне так хотелось поспорить с батюшкой, и как в той уже бородатой истории, которую любят рассказывать, и она случилась со мной, что на все мои аргументы он просто-напросто подошел ко мне с крестом и сказал, прикладывайся к кресту, пора. И все. Это вот отбило у меня любое желание спорить. Вот у меня было действительно ощущение, что меня поднесли к груди матери. То есть вот все, вот все поменялось буквально в один момент. И я понял, что все эти мои какие-то там потуги там поспорить, какие-то книжки, какое-то там желание, какое-то знание, оно не стоит и сотой части того, что просто-напросто сейчас делал этот человек. Просто-напросто подойдя ко мне с крестом и показал мне другую сторону веры, которая может не настолько красива, может быть не настолько интеллектуальна, но она настоящая. Она живая. Она живая, абсолютно. Абсолютно. Этот момент я помню до сих пор. Вот я могу очень-очень его просто закрыть глаза и пережить прямо сейчас. Но вот просто это стал настолько поворотный момент в моей жизни, что я не могу себе представить. Вот я помню момент, когда меня выгнали из храма. Мне было там 12 лет, по-моему. И для меня это был просто удар. Вот удар, который там последующие какие-то годы указал мне. Моих поисков. Ну и я помню этот момент, когда я вернулся. И действительно я понял, что вот мое. Вот я там, где я должен быть. Вот что бы то ни было. Значит, душа ваша христианская. Вот и все. Это прекрасно. Нет, ну изначально же говорили, да, что все души, они же христианки по умолчанию. Как бы тут-то... Вот. Потому, я не знаю, мне кажется, это прекрасно восхищаться произведениями искусства, смотреть на них, но понимать, что больше они направлены на душевное. А вот для духовного нужно вот то вот незримое. То, что вы говорите. Вот не концентрироваться на каком-то образе физическом. Тут вот как раз и дано нам, чтобы мы не домысливали себе. Чтобы мы не пытались там себе Бога какого-то особого нарисовать. Чтобы мы просто-напросто приходили к нему такому, какой он есть. Приходили сами, настоящие. То есть, где-то не важны будут какие-то там особая форма одежды или еще что-то. Безусловно, она важна внешне. Но она внутри должно быть вот за сердцем нам нужно прежде всего следить. А если уже человек следит за сердцем, то понятно, он не захочет в непотребном виде идти к Богу. Он не сможет просто. Не сможет и все. Так что такие вот вопросы, друзья. Пожалуйста, вы видите ссылку сейчас под этим файлом. То ли вы слушаете это на платформах, где подкасты. То ли вы это слушаете на канале Денису Микрофона. И там, пожалуйста, все это есть. И переходите. Вы можете задать там свой вопрос. Можете записать голосовое сообщение, которое мы просто проиграем в следующем выпуске. Либо можете написать текстом, как вам удобно. Тут вас никто не ограничивает. Батюшка, огромное спасибо вам за ответы, за то, что вы делитесь своим, так сказать, пониманием, своими знаниями, за ваше терпение. Потому что, я понимаю, очень непросто бывает работать со всеми этими вопросами, с разными. Люди разные, их беспокоят разные вещи. Огромное вам спасибо за такое духовное наставление. Спасибо, Господи, всем, вам и Денису. Вы же меня недаром вытащили. Не дали же мне в лоно пойти в Авраамова. Понимаете? Вы меня вытащили. Сказали, нет, ты с нами еще посидишь. Так, знаешь, буду делом отвечать на вопросы. Буду молиться за вас. Буду теперь с вами разделять это время. Все уже. Поэтому всем огромное спасибо, что помогали. Уже более-менее все, когда морально, скажем, духовно восстановлюсь уже, может. И тогда более того поговорим, расскажу. Добренько. Огромное спасибо, Батюшка. И спасибо, друзья, за поддержку. Это очень важно. Всех обнимаю. Всем спасибо, Господи, всем Божьим благословением. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание. Я оставил в реквизитах и номер карточки матушки отца Олега. Если вы можете, поддержите батюшку, поддержите его также молитвенно, поддержите финансово. Это очень-очень важно сегодня. И присылайте ваши вопросы. Будем рады их обсуждать. Надеюсь, скоро сможем и включать еще кого-то. Делать подкаст более интерактивным. Подписывайтесь. До скорой встречи.